Доброго дня, в своем опе сегодня я расскажу про самых опасных брендов в России. И начало нашего списка, Фред Перри. Так сложилось, что еще в начале 70-х этот бренд стал символом бибоев, дендискинхедов, в особенности футбольных хулиганов и прочих слоев молодого населения, британского общества. В России бренд был занят преимуществами скинхедами и футбольными хулиганами. Хотя уже несколько лет лейбл пошел на спад популярности крайне правых, так что с него спрашивают только школьники, либо студенты. Следующий бренд невиновных нет, довольно непопулярный бренд, назначение 13-12 по номерам букв в английском алфавите, А, С, А, Б, Алькопс, Арбастерс, все копы ублюдки, а сама надпись невиновных нет, известная фраза этих самих копов. А вообще одежду носят правые, за нее могут с вас спросить в основном школьники, студенты, а так вообще не рекомендую носить этот бренд. Следующий бренд Ликок Спортив, спортивный петух, французская компания, занимающая выпуском спортивной одежды, обуви и экипировки, логотипом компании является петух в красном треугольнике. Не советую носить в России, так как вас не так поймут, потому что в России петух ассоциируется как опущенные, либо не традиционные ориентации. Следующий бренд Стон Исланд, итальянская компания-производитель одежды премиум класса, носит Стон Исланд, конечно же, футбольные фанаты, хулиганы, нацисты, представить подобных родов группировок. За эту одежду спросят, если одежда не будет являться оригиналом, ну и в основном за нее спрашивают школьники, либо те же студенты. Ставь лайк, если понравилось видео, подписывайся на канал. Всем пока!